МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце рабочей недели в администрации города Зверево состоялось заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. По сложившейся традиции открылось заседание руководства области. Начались вопросы о развитии сети видеонаблюдения. В 2020 году в Ростовской области полностью завершены работы по интеграции всех 55 муниципальных образований в региональную платформу АВК «Безопасный город». Мероприятия были проведены в три этапа, начиная с 2018 года. Для каждого муниципалитетного образования построены каналы связи, закуплено и установлено оборудование, проведена интеграция более 40 автоматизированных систем. Сегодня в единый цифровой контур входят системы видеонаблюдения, мониторинга работоспособности охранно-пожарной сигнализации, оповещение населения при ЧАЭС, раннее оповещение о лесных пожарах, ряд автоматизированных систем контроля потенциально опасных объектов, система 112 и другие. Несмотря на положительный результат, достигнутый в прошлом году, всё же в этом направлении имеются недостатки. На сегодняшний день мы не имеем ни одной видеокамеры, которая была установлена и заведена на центр сюда, с областных или муниципальных, межмуниципальных дорог. У нас имеются только камеры на федеральных трассах. Также на областной комиссии был рассмотрен вопрос профилактической работы с несовершеннолетними, занимающимися в спортивных учреждениях. После этого продолжилось заседание Зверевской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Проанализировал криминогенную обстановку за 2020 год представитель Зверевской полиции. Стабильная преступность на территории города Зверево характеризуется снижением общего количества регистрированных преступлений почти на 6%. Однако число преступлений, по которым предварительное расследование обязательно увеличилось на 14 фактов. Увеличение данного вида преступления прямую связано с увеличением фактов мошенничеств, связанных с незаконным получением выплат, а также с использованием IT-технологов. Количество тяжких, особо тяжких преступлений возросло на 52%, составило 70. Преступлений, тогда как аналогичный период прошлого года, составил 46 преступлений. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 135 преступлений. Увеличилось число зарегистрированных мошенничеств, в том числе и мошенничеств, не связанных с незаконным получением выплат. 29 на 13 преступлений. Практически по всем остальным видам преступлений наблюдается снижение зарегистрированных фактов. При этом в отчетном периоде не зарегистрировано убийств, умышленных причин, тяжкого вреда здоровья и изнасилования. Завершилось заседание обсуждением вопроса эффективности реализации программы обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений в городе. Уважаемые участники экзамена, сегодня для вас проводится единый государственный экзамен. ЕГЭ в марте, да, здесь нет никакой ошибки. Ведь этот экзамен проводится для родителей. И не для того, чтобы проверить уровень их знаний, а для того, чтобы познакомить с процедурой проведения ЕГЭ. От захода в экзаменационный пункт до сдачи материала. Этот экзамен проводится в пятый раз. Несмотря на традиционность, в этом году появились новшества. Нюансы каковы? Нюансы – это требования соблюдения всех норм и правил, которые сейчас в связи с коронавирусной инфекцией возникли. Это в аудиториях будет не более 9 человек, и сегодня мы тоже так же репетируем, тренируемся. Это обработка рук санитайзером, это измерение температуры обязательно. Ну а в принципе все остальное будет в прежнем режиме. То есть обязательно рамка металлового детектора, через который мы все прошли, обязательно видеонаблюдение, обязательно распечатывать будем все комплекты заданий в аудиториях. Все это будет при детях делаться. Знаете, еще что новое? Новое то, что больше нам не будут привозить все материалы, как раньше это было из штаба, из Ростовского, а все будут приходить материалы по защищенному каналу, и непосредственно получать мы их будем при детях уже в аудиторию. Вы знаете, из года в год, конечно, эта процедура, она уже становится, скажем так, повседневным моментом, с одной стороны, а с другой стороны все равно срабатывает вот этот, скажем так, эффект неожиданности, когда все-таки на настоящем экзамене дети волнуются, проходя через все вот эти процедуры допуска и все такое, ну а потом садятся успокаиваются. Надеюсь, с родителями сегодня произойдет то же самое. Они волновались, я видела. Независимо от степени волнения, родители посчитали необходимым прийти на этот экзамен. Сын заканчивает 11 класс. Процедуру мы видели, часть, наверное, когда-нибудь на телевидении, но никогда я не присутствовала. У меня еще есть младший ребенок. Я бы хотела тоже знать, к чему готовиться и дальше. Кто-то из присутствующих уже не первый раз дает ЕГЭ. Хочется быть в тонусе и хочется быть рядом со своим ребенком, знать, что его ждет и тоже, как говорится, настраивать его и настраиваться самой на то, что ему предстоит сделать. Сегодня здесь все по-настоящему. Участники экзамена взяли с собой в аудиторию только паспорт и гелевую ручку. Телефоны, которые пришлось дать, ожидали своих хозяев недалеко от аудитории. Это единственное исключение, сделанное для родителей. Мы должны соблюдать следующий порядок. В эфире рубрика «Дорожная хроника». На территории обслуживания ОГИБДД Красносулинский проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Цель данной операции – предотвращение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирских транспортных средств, а также тяжести их последствий. Предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров, как по внутригородским маршрутам, так и по междугородным. А также проверка качества, используемого для перевозок пассажиров транспорта и квалификации водительского персонала. 25 марта отмечается День работника культуры. Этот профессиональный праздник отмечают зверячане творческих профессий, хранители культурного наследия. По праву своим его считают сотрудники СКЦ «Маяк», Централизованной библиотечной системы и Детской школы искусств. Надо ли говорить о том, сколько красочных, ярких, торжественных и веселых мероприятий подарил талант наших культработников. А ведь за этим стоит огромный каждодневный труд. Профессиональный праздник представлены к награде благодарственным письмом Министерства культуры Ростовской области работники ДШИ Анна Головьева, Елена Павлова, Николай Мусенко, сотрудники ЦБС Ольга Сёмина, Надежда Кудряшова, работники СКЦ «Маяк» Виктория Зайцева, Вера Ткачева и Александр Галай-Дроженко. А звание «Лучший работник культуры 2020 года» удостоены Виктория Зайцева, а также преподаватель ДШИ Анна Кудряшова и заведующая музейно-краеведческим отделом ЦГБ имени Шолохова Юлия Шадрина. Но сегодня мы хотим рассказать о тех работниках, кто не только вносит огромный вклад в развитие культуры и искусства города Зверева, но и в этом году является юбиляром. Шарова Евгения Валентиновна – художник, талантливый педагог с 20-летним опытом работы в детской школе искусств. Имеет высшее художественно-педагогическое образование и высшую квалификационную категорию. Занимается уникальным творчеством. Расписывает деревянные шкатулки, пану, броши в направлении халуйской лаковой миниатюры. Является мастером народной культуры Ростовской области. Педагогическое кредо преподавателя – разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению и творчеству. Выпустило большое количество учащихся, более 40 юных художников продолжили свое обучение в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства. Вы знаете, это самая суперская, наверное, работа и самая профессия. Здорово вообще работать с детьми. Интересно. Интересно в каком плане? В том, что дети, они дают такой заряд бодрости, очень сильный, от которого хочется, знаете, жить, кричать, творить, потому что мы вместе работаем. И дети не просто так, они же как маленькие коллеги. То есть я как большой наставник, человек уже с опытом, что-то умеющий. А они пришли, такие маленькие еще, которые хотят чему-то научиться. И моя задача – научить их. Поэтому это самая здоровская профессия. Она творческая. То есть мы здесь творим. Мы видим не так мир, как видят другие люди. Мы можем увидеть что-то такое необычное в нашей природе, пейзажи, знаете, воплотить какие-то мечты свои, сны в работах. Ведь это же так интересно, когда берешь кисть, краску, и на холсте или на листе бумаги получаются такие интересные работы. Поэтому это самое главное. Учащиеся Евгении Валентиновны являются дипломантами и лауреатами конкурсов различного уровня. Только за последние пять лет более 110 фактов результативного участия. Из них 52 – в международных и всероссийских мероприятиях. Мне нравится заниматься тем, что я делаю в данный момент. С этим я хочу связать свою дальнейшую жизнь. И вообще за это я хочу сказать огромное спасибо своим преподавателям, в отдельности Евгении Валентиновне, потому что это тот человек, который действительно на начальном этапе дал понять, что рисовать это действительно здорово. И то, что ты можешь воплотить все, что ты хочешь. Евгения Валентиновна – это очень добрый преподаватель. Я очень рада, что в моей жизни вообще появился такой преподаватель. И хочу, чтобы в дальнейшем дети тоже прошли через нее. И чтобы она в дальнейшем учила так же, как и учила нас. Потому что она не просто преподаватель, она действительно для нас стала мамой. Так как она нам всегда поможет, выслушает. И не только в каких-то школьных проблемах, но и в личных. Евгения Валентиновна за высокие результаты поощрена благодарственным письмом Министерства культуры Ростовской области, почетными грамотами и благодарственными письмами главы администрации города Зверево, Зверевской городской думы, начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики, а также ежегодно отмечается Администрация детской школы искусств. Елена Юрьевна Кошелева Заведующая методикой информационным отделом Центральной городской библиотеки имени Шолохова. Елена Юрьевна имеет высшее образование, но несмотря на это постоянно повышает свою квалификацию и осваивает новые методики работы. Всегда с энтузиазмом и большой ответственностью покоряет новые вершины. В 2007 году она является руководителем местного отделения Ростовской молодежной общественной организации Донской союз молодежи. Была делегатом 8-го съезда Российского союза молодежи. Принимала участие в общероссийском конкурсе «Доброволец России» 2019 года и во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России» 2020 года. И стала призером регионального этапа. В прошлом году она также стала победителем областного конкурса социально значимых проектов. Впрочем, в ее багаже очень много благодарственных писем, благодарностей и грамот за вклад в сохранение развития культурного наследия города, за выявление юных дарований, за активную жизненную позицию и творческий подход к любому делу. От главы администрации города Зверево, Министерства культуры Ростовской области, главы администрации региона, имеется даже кубок «Лучший работник культуры». А еще Елена Кошелева – замечательный, веселый человек, красивая женщина, кто, как ни коллеги, лучше всех знают о Елене Кошелевой. Иногда судьба подносит нам подарок в виде встречи с хорошим человеком. Так, в 2006 году, когда я пришла работать в Центральную городскую библиотеку имени Михаила Александровича Шолохова, я познакомилась с Кошелевой Еленой Юрьевной. И чем больше ее узнаешь, тем острее осознаешь, что этот дар бесценен. Она специалист, обладающая природным логическим мышлением, аналитическим умом и глубокими знаниями, восприимчива ко всему новому. В общении с коллегами она всегда корректна, сделает справедливое замечание, которое не обидит, а направит в нужное русло. Помимо того, что Елена Юрьевна замечательный специалист в своем деле, она очень хороший друг, к которому можно обратиться в любую минуту, который всегда может поддержать словом, делом. Елену Юрьевну я знаю уже на протяжении более 15 лет. Мы с ней знакомы не только вне работы, но и на работе. На работе мы с ней работаем уже 12-й год, бок о бок. Елена Юрьевна очень внимательная, ответственная. Помогает мне советом, делом. Мне с ней очень легко работать. И как человек она очень замечательный, отзывчивый, всегда поможет. Елену Юрьевну я знаю со школьных лет, когда она была руководителем Донского союза молодежи, когда я состояла в данном объединении. Очень творческий руководитель, требовательный в то же время, креативный, который организовывал различные поездки, различные мероприятия, проходили всегда очень весело и душевно. С 1 июня, когда я пришла работать в Центральную городскую библиотеку Минишолохова, Елена Юрьевна стала моим руководителем. Также очень приятно с ней работать. Всегда поможет, поддержит, подскажет, как лучше сделать, своим опытом направит. Желаю Елене Юрьевне успехов в дальнейших, творческих свершений, позитивного настроя и добрых людей в ее окружении. Чайкина Елена Александровна, преподаватель детской школы искусств. Талантливый музыкант и педагог высшей категории, с 35-летним опытом работы, посвятивший жизнь делу сохранения развития музыкальной культуры. Пропагандирует традиции исполнительства на струнных, смычковых инструментах, выпустила более 50 учеников. 11 из них продолжили свое обучение в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования. Елена Александровна обеспечивает высокое качество учебного процесса, что подтверждается результативным участием учащихся в конкурсах различного уровня. А еще Чайкина с 2015 года является заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Профессионал своего дела владеет современными информационными технологиями и эффективно применяет их в своей работе, умеет находить новые формы и нестандартные решения. Елена Александровна работает у нас в школе уже 35 лет. Я уже пришла, она уже была в школе, работала преподавателем скрипки. Ее очень любят дети, также уважают родители, очень уважают ее коллеги. Она очень ответственный человек, к которому можно всегда обратиться с любым вопросом, и она всегда в любое время поможет. Целеустремленный человек, поэтому только добрые слова и просто хороший человек, которому все можно доверить, и все можно прийти с ней обговорить. Елену Александровну я помню с того времени, как она пришла после училища к нам работать. Она интересный, знающий, профессиональный педагог, зауч. Поздравляю ее с юбилеем, счастья, здоровья, успехов в личной жизни и общественной. Елена Чайкина поширена благодарственными письмами Министерства культуры Ростовской области, главы администрации города Зверево, юбилейной медалью к 200-летию основания и 30-летию образования города Зверево благодарственным письмом Зверевской городской думы. Кто не знает Зверевской певицы Татьяны Райлян, кто хоть раз слышал ее чарующий голос, никогда его уже не забудет. Но речь пойдет сегодня не о ней, о ее музыкальном руководителе, концентмейстере народного самодетельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Метелица» СКЦ «Маяк» Сергея Александровича Корпенко. Более 25 лет Сергей Александрович является руководителем ансамбля «Метелица». В 1991 году получил звание «Народный». В 1991 году, получив звание «Народный», коллектив регулярно подтверждает его. Стаж культурно-просветительской деятельности более 30 лет. Корпенко увлеченный, талантливый, грамотный специалист. Благодаря кропотливой и постоянной работе с участниками коллектива он добивается значительных успехов в пропаганде народного творчества среди подрастающего поколения города Зверево. Еще ему присуще эмоционально-чувственное переживание музыки, ее тонкое восприятие. Отличительной чертой его творчества является широкий диапазон исполнительского репертуара, виртуоза-баяниста. Знаете, вот есть хобби, есть работа. Вот когда работа – это хобби, это великая счастье. Вот у меня то же самое. Это мое хобби было с детства, баян. У меня папа играл на баяне. Собственно, я на его баяне стал потом сам учиться, а потом и рано пошел в музыкальную школу, я с него... Ну, в общем, всю жизнь. Это хобби. Мне нравится на нем играть. Ну, и еще и работа это вообще. Особое место в репертуаре занимает донской фольклор. Все переложения, инструментовки, аранжировки выполнены его руководителем и, конечно же, участниками ансамбля. Благодаря умелому руководству Карпенко выступления коллектива надолго остаются в памяти. Поэтому в Метелице частый гость не только в городе Зверево, но и за его пределами. Ни одно массовое мероприятие не обходится без выступления данного коллектива. Знаю я его с 89-го года. Я пришла к ним в ансамбль. С 89-го года. Ездили тоже по конкурсам. Знаю, всегда поможет, всегда подскажет. Мне очень нравится заниматься индивидуально тоже. Новая песня. Конечно, мы с ним встречаемся отдельно. Все тут, конечно, и разберем. Все покажет. Легко работать с руководителями. Как человек хороший, профессионал. Конечно, баянист первого класса. И как человек, конечно, в любое время может помочь в трудную минуту. Поэтому у нас коллектив в общем очень хороший под его руководством. Очень дружны, как семья. За высокий профессионализм и личный вклад в развитие культуры, сохранение культурного потенциала и народных традиций, за творческую активность и верность профессии Карпенко, а также ансамбль «Метелица» неоднократно награждались почетными грамотами, благодарственными письмами, кубками, памятными подарками от администрации города Зверево и организаторов фестивалей и конкурсов. Коллектив – постоянный участник областных районных мероприятий, таких как «Шолоховская весна», «Нет вольнее Дона Тихого», «Калининское лето», «Закруткинская весна», «Покрова на Дону». Любовь к культуре живет в душе каждого человека. На протяжении веков служители МУС не перестают удивлять и вдохновлять, показывать знакомое в новом свете, переосмысливать, казалось бы, давно готовые формулы. Уважаемые работники культуры, вы посвящаете свою жизнь благородному делу, в котором жаждете задействовать как можно больше людей. Ведь культура – это достояние всего народа. Так пусть и в этом деле, и в личной жизни вам сопутствуют удача и вдохновение, а жизнь неустанно преподносит приятные сюрпризы. Пусть же в этот замечательный день дарят цветы и аплодисменты. Вдохновение и творческих побед всем причастным с Днем работников культуры. Желаю вам безграничного счастья, больших успехов и огромного везения. Пусть творчество будет в радость, пусть никогда не иссякнет источник энергии, оптимизма и креатива. Пускай с вашей помощью наша жизнь становится приятнее и веселее. Творите с вдохновением. Или компания «Маяк» присоединяется к этому поздравлению и от имени всех зверевчан говорит спасибо работникам культуры за то, что они делают нашу жизнь краше. Там, где вода сливается с огнем, там, где воздух един с землей, там, где четыре стихи в гармонии танца рождается дух, пятый элемент культура. Она незримыми нитями связывает между собой все сферы жизни, воспламеняет эмоции и чувства людей. Это основа всех стихий неосезаемая и могущественная. Так фантастически в стиле мировых блокбастеров началось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Также оригинально подошла к поздравлению с профессиональным праздником культработников заместитель главы администрации города Зверева Елена Кириченко. Позвольте надеть свои очки коррекции и рассказать коротенько, как господин огурцов, минут на пятьдесят, как пятый элемент, то бишь наша культура живет и действует в нашем городе. Но, если честно, хочется, но не хочется. Поэтому сниму свои очки, отставлю в сторону доклад, который приготовлен минут на пятнадцать, и хочу от всей души всем работникам культуры сказать огромное спасибо за то, что целый год, несмотря на эту противнейшую пандемию, и слово-то какое некрасивенное, мы все равно оккультуривались благодаря вам. Как и полагается, в такие праздники лучшим работникам вручили благодарственные письма Министерства культуры Ростовской области главы администрации города Зверево. От имени Зверевской городской думы поздравила и вручила награды начальник центра соцобслуживания Галина Тепкова. На этом приятные сюрпризы не закончились. Мне очень приятно пригласить на эту сцену для поздравления заведующего отделом культуры и искусств Красно-Сулинского района Лидию Николаеву Захарову. Друзья, я, конечно, очень трепетно отношусь к этой сцене, к этому дворцу, к этому городу. Видите, это же немножко развал на вас. Потому что с 24 лет я здесь на протяжении 15 лет здесь был фундамент заложен в моей культурной действенности. И я, конечно, от всей души всех работников культуры города Зверево, от имени администрации Красно-Сулинского района, от всех работников культуры Красно-Сулинского района поздравляю с праздником. С праздником, дорогие наши культработники. Все за кулисами, конечно, все работают. Ну и, конечно, я бы хотела сюда пригласить свою ученицу, лучшую ученицу всей моей деятельности. Это Елена Владимировна Рогачева. Когда совсем юная, она уже подавала надежду. А раскрылась она, я узнала ее поиски. Это у нас работала она на протяжении 5 лет в нашем городе Красно-Сулин. И 7 лет. Да, как быстро прошли годы. И там именно она раскрылась и показала, что на самом деле талантливая. креативная, высокого уровня специалист. Леночка, я горжусь, что ты являешься все-таки моей ученицей. И я, наверное, очень завидую вам, дорогие горожане города Зверево, что именно у вас работает сейчас на должности начальника отдела культуры такой замечательный профессионал, как Рогачева Елена Владимировна. Леночка, я желаю тебе удачи. Пусть по достоинству оценят твой труд и труд наших всех работников культуры. А к работникам культуры я хотела сделать обращение. Вот, наверное, все они за кулисами и в зале. Дорогие наши, самое главное, знайте, что именно мы, именно мы имеем такую возможность работать в этой профессии. Она самая прекрасная, она самая благородная, и я считаю, что она самая нужная для наших людей. В такой по-особому теплой атмосфере обменялись поздравлениями виновники торжества. Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Зверевской администрации Елена Рогачева завершила свое поздравление поэтическими словами. Не запрещай себе творить, не запрещай себе любить. Любить то дело, которым ты грезишь, любить людей, которых ты обнимаешь своим творческим сердцем, всей своей душой. Любить свою профессию, великую профессию, профессию работника культуры. В течение всего мероприятия накал хорошего настроения поддерживал праздничный концерт. Где моря грозят крутой полной, где по долгу добрую ждем порой мы весь. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, Счастье в этом мире большом, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит дом. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть для книг, Когда ты счастлив сам, Счастьем появились другие. Он знал, что разводить костры и сжечь стерню на огороде запрещено и очень опасно, но решил, что если аккуратно, то авось и обойдется. Сильный боковой ветер разнес искры по сухой траве, выгорело три гектара. Это моя вина, я не отрицаю. Да, как бы, так получилось просто. Оно не хотелось, но получилось так. Пока ехали пожарные, Андрей сам пытался остановить огонь. Спасатели потом еще вызовут ему скорую. Обгорели руки, надышался дымом. Свою вину в случившемся признал сразу. Ему сказали, что будет штраф. Но такой суммы он не ожидал. 17 миллионов, 155 тысяч, 800 рублей. Я был просто шокирован. Я как бы думал, что да, ну да, по моей вине нету, ну как бы вроде дома не пострадали, деревья не пострадали. Как бы просто сгорел один бурьян. Ну, а такая сумма, это просто, я не знаю, я до сих пор еще в шоковом состоянии. Просто что делать не знаю. Досудебная претензия пришла от регионального управления экологического и охотничьего надзора. Хуторянину отвели пять дней на оплату всей суммы. Эти деньги должны покрыть ущерб, нанесенный экосистеме. Размер был подсчитан при помощи особой формулы. Мы берем норматив стоимости почвенных беспозвоночных, умножаем его на площадь земельного участка и на указанный показатель, учитывающий инфляцию. Беспозвоночные – это черви, кузнечики, стрекозы и бабочки. Вся та живность, что могла находиться в момент пожара на участке. Не исключено, что среди них были и ценные экземпляры. На территории Белгородской области зарегистрировано 168 видов насекомых, занесенных в региональную красную книгу. Понятно, что редкие виды встречаются во вполне определенных местах. И, естественно, пожар может унести. В нашей области большинство редких видов – это степные виды. Сколько невинных, беспозвоночных душ сгубил огонь, теперь уже не установят даже гений криминалистики. Но это и не важно, сидел в траве кузнечик или нет. Методика подсчета ущерба позволяет не обращать внимания чиновников от экологии на такие мелочи. Когда происходит поджог, то посчитать, кто там был или не был, то это, конечно, практически невозможно. Мы не брали, условно, извините, не доходим до абсурда. Есть отряд черепахи. Мы же прекрасно знаем, что в нашей зоне черепах нету и на том участке нет. Это тысяча рублей. Мы же не брали их. Но даже с такой скидкой семья Липатовых много миллионов штрафов не сможет оплатить. Андрей работает грузчиком в ближайшем райцентре. Зарплата – 13 тысяч рублей в месяц. Его жена домохозяйка занимается детьми и выживает только за счет огорода. Но без мужа она с хозяйством в одиночку не справится. Присудят сумму, посадят, будет отрабатывать. Мол, вы можете лишиться детей, так как вы не сможете содержать семью, дом. Но я этого не допущу. Никакой собственности, кроме этого дома, доставшегося по наследству, у Липатовых нет. Материнский капитал потратили на его ремонт. Занимать деньги здесь тоже не около. За 17 миллионов рублей можно купить весь хутор-должик со всеми строениями, садами, огородами. Откуда взять деньги, Андрей не знает. Черви, они сразу в землю ушли. Да и при том 9 октября было. Какие уже черви? Если надо будет, я ему червей своих накопаю, на 17 миллионов отдам. Но на такой компромисс эко-охотнадзор вряд ли пойдет. Эти на попятную белгородские экологи не собираются. Они намерены отстаивать правильность своих расчетов в суде. Скоро должно составиться первое заседание по делу поджигателя из хутора-должик. Жизнь насекомых все еще оценивается в 17 миллионов рублей. Чтобы заплатить этот штраф, семья Андрея Липатова должна работать примерно 170 лет.